Это Егор, всем приветик. Убери, пожалуйста, от меня свой маленький пистолетик. И сегодня мы делаем реакт на Мерлина Мэнсона и клип под названием Кома Уайт. Предыдущую реакцию, не помню, на какой клип удалили из-за обилия сисечных устройств в клипе. Вот так вот, опять же, непонятно, почему это есть на Ютубе, а реактировать на это я не имею права, потому что это порнуха. То есть, ну, Ютуб сам себе противоречит. Перед тем, как я начну реакцию, хочу сказать, что у меня есть Boosty, внизу есть ссылочка, на котором выходят полные версии реактов. Также там выходит эксклюзив для Boosty. Вот, допустим, вчера я загрузил туда реакцию пересмотр концерта Мадонны Drowned World Tour, то есть только на Boosty такое есть. И, по-моему, реакции на Deepish Mod только на Boosty. Я очень извиняюсь за свой свинячий рот и вот эту вот красноту здесь. Нет, это я не сосал много спидозных хуёв, а просто потому, что я съел пасту только что, и это просто не оттирается. Вот и всё. В общем, ещё хотел сказать, что у меня есть донаты. Пожалуйста, если хотите меня поддержать, помочь, мне внизу есть ссылка на донаты на Boosty. Также по вот этому QR-коду вы можете мне сдонатить что-нибудь. А мы переходим, давайте. Мы недавно с подругой обсуждали, Мэрилин Мэнсон это рок или нет. Я ставил за рок, а она за то, что это не рок. То есть, потому что у него, в принципе, смешение жанров. Ну, для меня, как для идиота, всё, что с гитарой, это рок. У меня такое ощущение, что я видел этот клип. Очень похожие мелодии на всяких Венкин Парков. Честно. Я точно видел этот клип, ребят. Там должна быть ещё Rose McGowan, да? Нет? Помню, мне на какой-то пьяной пати показывали. Я помню вот эту вот сцену с Cadillac. Да, точно, Beige. Я же говорю. Они мутились с Rose McGowan, да? Потому что я помню, какой-то был просто невероятный голый выход на премию BMA, что ли. Где она просто с открытой задницей или сиськами была. Вместе с ним. О, это типа омаж на, как его, Кеннеди? О, это типа омаж на, как его, Кеннеди? О, это типа омаж на, как его, Кеннеди? Как мне нравится его вот этот голос на грани разрыва. Такое, прям, мра-а-а-а-а. Эмоционально очень. Ну, по музыке, это для меня пока что самая более-менее мелодичная песня, если можно так назвать, у Мэдлина. Что говорить о видеоряде? Ну, мне было немножко скучновато. Мне показалось, что это не самый интересный клип Мэдлины Мэссона. Глядя на то, что я видел до этого, меня уже начинает, честно, наскучивать его однообразность. Да, здесь, ну, как бы, все, что я видел, оно было похоже на друг друга. Одинаковые фильтры, одинаковые образы, одинаковый мейк. Вот, все это, конечно, охуенно и круто. Вы знаете, я фанат Даркухи. Я Эльвира, повелительница тьмы, но лысенькая. Вот, ну, честно, хочется что-то вот немножко перевернуть страницу, изменить букву, книгу. Блин, это я просто по-английски подумал, бук, и типа буква это книга. Блин, вот как мне и говорили люди, перед тем, как смотреть, они говорят, что чувак очень креативный, очень на своей волне мне зайдет, но немножечко будет попахивать однообразием. Не в треках, а именно в клипах. То есть, ну, Даркуха, Даркуха, ну, может быть, что-нибудь добавим, еще нет. Вот, поэтому не могу сказать, что мне зашел этот клип. Амаж на Кеннеди я понял. Хотя обычно я всякие вот эти вот подводные камни, какие-то заметки в клипах не замечаю, потому что обращаю внимание только на стиль. Ну, вот такая моя реакция была. Мне лучше его. Работа для меня. Если вам понравилась эта реакция, если вы не захейтили меня, фанаты Мэрилина Мэнсона сейчас, то прошу подписаться на мой канал, прошу поставить обязательно лайк. Поставьте, пожалуйста, обязательно лайк. Мне нужно для продвижения видео. Алгоритмы, хуитмы, это все действительно влияет. И также подписывайтесь на меня в соцсетях. Я сделал свой канал в Телеграме, кстати, в котором мы можем общаться, обсуждать музыку. Вообще вы можете все, что угодно там писать, даже слать свои дикпики. Просто свобода действия. И слов. Внизу есть ссылка на этот канал. И все, всем спасибо. Спасибо.